Всем привет! Меня зовут Виктор Шарафанович и вы на моем канале, где я рассказываю свои хобби. В этой серии видео я рассказываю о реставрации советского промышленного универсального станка 6V75. Но сегодняшнее видео будет посвящено подшипникам, которые применяются в профессиональном оборудовании. Хорошо знать даже ради любопытства, чтобы понимать разницу между профессиональными подшипниками и тем, что ставят нам китайские ребята в своем ширпотребном оборудовании. Начну с упорных подшипников, а во второй части расскажу о более сложных двухрядных роликовых подшипниках и той методике, которая предполагается для их настройки и для выбора люфтов. Итак, пришла пора сборки вертикального шпинделя. Два упорных. Можно послушать, как работает новый подшипник упорный. По звуку. Ощается тихо, чисто. А вот опрущается БУ-шный подшипник. Здесь уже пошли какие-то цвета побежалости, но это не самое главное. Если То, на что мне указал Мой отец, значит Если внимательно присмотреться к подшипнику, к обоими подшипниками, То вот в этом месте Можно увидеть уже Видите? Ямка. Прокол. Все, подшипник. Начался вынос металла от износа. Уже шансов этому подшипнику выжить Работать тихо никаких. То есть он уже шарики начинает через это место Пропрыгивать. Аналогично, если поискать на этом Сейчас следует Вот Видите? Двойная ямка уже есть То есть на этом месте подшипники будут просто Подскакивать Вот Видите? Так вот В принципе Мне пояснили так Можно сразу отбраковать подшипник Если появилась любая Ямка на поверхности Вот она хорошо видна Значит подшипник Утиль Стояли подшипники Того же Второго ГПЗ Маркировка 8107К На конце Сейчас уже современная маркировка Пошла По импортному варианту То есть 5107П6 Я так понимаю, что класс 166 Я уже не запаривался Тут искать Другие Но СКФ Доставка Слишком длинная При установке подшипников Учитываем Что одна обойма Имеет меньший диаметр Вторая обойма Имеет Больший диаметр То есть Та обойма Которая будет Должна садиться плотно Например На вал У меня получится С меньшим диаметром Она плотно сядет На эту посадку А эта верхняя обойма Будет стоять В корпусе И в ней Вал Будет Крутиться Если ставить эту То она садится Плотно Ее нужно С натягом Сюда Через патрулочку Будет Наприсывать В корпусе Будет вторая Аналогично Вставляется С другой стороны Закладывается Второй подшипник Такая же пара Упорных подшипников Стоит и на Горизонтальном шпинделе Я не нашел Специальной методики По настройке Натяга На данных подшипниках И гайкой Просто выбрал Люфт для плотной Но свободной Работы Данных подшипников Если вы знаете Как настраиваются Упорные подшипники Буду рад Увидеть ваш совет В комментариях Зажал Плотно Без прокладки Эти болты И после При последнем Зажатии Исчез люфт На конце Вообще Даже мизерный И начал вращаться Но с легкой Натяжкой То есть сейчас Опорные подшипники Вот эта пара Опорных подшипников Она сжалась И стали Плотноватой Создадим Микрозазорчик Смотрим Все вращаться Начало Легко И Микролюфтик Появился Значит что нам Вывод Надо сюда Подложить Четверть Оборота Шаг 1 На винту На 0.25 Нужно подложить Какую-то Прокладочку Дальше расскажу Об очень специфичных Подшипниках Которые применяются В промышленных Станках Вся теория И обоснование Применения Таких подшипников А также Способ их настройки Изложены в данной Древней книжке Так Переходим К самым Сложным Этапы сборки Это шпинделя Все было бы хорошо Если бы не один Интересный момент В шпинделе Точность И отсутствие Биения Обеспечивают Подшипники 31272110 А в ФГ Стоит 3128209 Значит На вид Они кажутся Обыкновенными Роликами Которые Вот он Входит Вот он Стоит Еще здесь Этот подшипник Но На самом деле В этом подшипнике Во внутренней Обойме Конус Который Раздавливается При одевании Сюда На вал Тем самым Выбирается Зазор У подшипника Регулировка Идет Упорной Шайбой И потом Через вот эту Втулку С набором Подшипников Поджимается Этой Гайкой Есть целая Методика Книжка Которая Рассказывает Для этой серии 3182 Этих подшипников Каким образом Регулируются Зазоры Дабы не Пережать Подшипник И в то же время Не оставить Биение Суть В определении Величины Осевого Смещения Подшипника По конусу Для выборки Начального Зазора К посадочному Зазору Сейчас Этот подшипник У меня Который Буш Болтается Значит Этот Который Польский НН-30 10к Он Имеет Люфт Но Очень Точно Садится Предстоит Сейчас Разобраться С замером Биения Для того Чтобы Понять Насколько Можно Делать Натяг Здесь Будет Сидеть Подшипник Там Сидит Вот Эта Кассета Вот Которая Упирается И Задней Стороны Там Еще Стоит Подшипник Так Мерим Биение На Старом Подшипнике Сейчас Показывает 46 Поднимаем Вверх 14 46 46 Минус 14 И получается 32 Это Поумолчанию То есть То что Было На Шпинзеле У меня До Разборки Порядка Трех Соток Было Минимум Одеваем Просто Руками Легонько Натягиваем Чтоб Он Не Шевелился Проверяем Преднатяг Который Был На Этом Подшипнике При Прошлой Установке Щуп 0.33 Сейчас Проверим Какой У нас Зазор Биения Будет При Расслабленном Подшипнике Чтобы Понять Насколько Тут Подтягивалось Замеряем Что у нас На старом Подшипнике Значит От Минус Десяти До Сорока У нас Пять Соток То есть Что мы Получаем Что Наш Натяг В 33 Продвижение В 0.33 Сотки Выбирало Порядка 18 Микрон Но Чтоб Настроить Дальше Нужно Было Убирать Хорошо Сейчас Будем Ставить Новый Подшипник И Смотреть Щуп Какой У него Будет Преднатяг Так Собрали Конструкцию Для начального Замера Значит Внутренние Обойма Прижата Двигаем Внешнюю Видим Одна Десятка Десять Микрон Десять Бикрон Начальное Биение Другом Другом Положении Все То же Самое Десять Микрон Десять Микрон На Новом Подшипнике Пятого Класса Заявлено Пятого Класса Точности Какой У нас Зазор На Новом Подшипнике Погруг Проходит 0,18 Щуп 0,2 Только В отдельных Зонах То есть Порядка Считаем Что У нас Общий Ход Может Быть 0,2 Миллиметра Вписываем В нашу Табличку Так Зажал Гайку Выбираю Полностью Свободный Ход Люфт Стал Порядка Пяти Микрон На Подшипнике Писал Что Разница Между Наружной И внутренней Боймы Могут Быть Вот Пример То есть Внутренний Тот Который Верхний Внутренний Внутри Вала Роликов Набор Дает 5 Микрон А наружный Когда Я передвинул Микрометр На Край 8 Микрон Внутренний Ряд Буквально 5 Микрон На вертикальном Шпинделе Я уже Немножко По-другому Мерил Начальный Зазор Это Не Совсем Правильно Но Для Нового Подшипника Когда Нет Износа Это Вполне Приемлемо Проверяем Люфт Без Поджима Гаек На Обоймах Видно 14 миллиметров 14 микрон люфт без поджатых гаек 038 достаточно большой зазор для конуса сейчас поджимаем гайку смотрим что получим при удалении по щупам будем проверять зазор за опорной тарелкой потихоньку выбирая будем понимать насколько у нас уходит управляется конус и так выбирая по 1 по 10 соток по одной десятке зазор дошел до зазора 013 по щупу люфт выбрался до 2 микрон вот мои показания свободный начальный преднатяг 038 сделал натяг на 25 соток люфт с 14 микрон дошел до 2 3 микрон на этом наверно останавливаюсь перепроверю потом формулы и необходимости можно будет подтянуть но пускай поработает проработается посмотрим как будет работать после сборки шпинделя значит что касается шестерни шестерни крепится относительно вот вот этого корпуса в 2 в двух подшипниках опорно-радиальных которые ставятся иксом навстречу друг другу и сжимается потом гайками здесь уже у меня внутренняя обойма подшипника одета потом вбрасываем шарики надеваем наружную обойму защелкиваем и здесь она уже легко наружные обоймы одевается надеваем эту обойму дальше одеваем подшипник ставим его таким образом то есть широкая сторона наружные обоймы на встречу тон тонкая вверх чтобы работала вот эта поверхность и потом гайка сожмет их навстречу друг другом и потом запрессу узел собран возможно кто-то подскажет какой стороны правильно ставишь лицевые гайки ну я делаю всегда чтоб более широкой поверхностью они соприкасались между собой чтоб больше трением было между ними они не раз контргаялись блок работает равномерно с небольшим натягом надеюсь что это настроил правильно если кто-то знает подскажите правильно как настраивать радиально упорные подшипники то есть до какой степени нужно поджимать схождение схождение их навстречу друг другу всем спасибо за просмотр надеюсь на ваши комментарии и советы правления возможно допущенных мной ошибок